всем привет я рада что вы зашли на мой канал и сегодня мы с вами будем вязать вот такого петушка вот так он выглядит с обратной стороны такие лапки хвостик гребешок бородка все как положено вязать его несложно что нам для этого потребуется ну конечно же нитки крючок ножницы пуговички холофайбер для набивки нитки для пришивания пуговички глазика иголочки с большим ушком чтобы прятать кончики и с маленьким чтобы пришить пуговичку вязать этого петушка я буду из остатков ниток у меня это ирис вот только складывать нитки в три сложения чтобы они были потолще крючком буду вязать три с половиной для начала делаем скользящую петлю или кольцо амигуруми как все делать у меня есть видео на канале 1 воздушная петля еще и в образовавшиеся колечко провязываем 12 столбиков полустолбиков с накидом сделали накид первый полустолбик с накидом накид 3 петли и закрываем за один прием второй полустолбик 3 петли закрываем третий полустолбик и так вяжем до конца ряда и так я провязала 12 полустолбиков с накидом кольцо можно затянуть делаем соединительный столбик вершину первого столбика так у нас получился первый ряд первый ряд готов ниточку можно отрезать еще потянем немножечко наше колечко вяжем второй ряд для второго ряда я возьму нитку оранжевого цвета присоединили ниточку теперь в этот же столбик вяжем полустолбик с накидом 3 петли закрываем полустолбик у нас готов следующий столбик мы вяжем два столбика точнее полустолбика с накидом и будем использовать только полустолбики с накидом провязали два следующий столбик 1 полустолбик с накидом следующий два полустолбика 1 2 следующий 12 и так чередуем по кругу 1212 каждый столбик встречаемся в конце ряда провязали последнюю пару полустолбиков и делаем соединительный столбик вершину первого полустолбика второй ряд готов ниточку можно отрезать эти кончики мы потом будем прятать вовнутрь так далее я беру нитку голубого цвета таким не красивые ниточки сейчас я сложу ее в три сложения как вязать ниткой в три сложения у меня есть видео на канале можете зайти посмотреть я оставлю ссылочку в описании конечно такого петушка можно вязать и шерстяными и акриловыми нитками но мне больше нравится хлопок и в данный момент у меня нет хлопка такого толстого поэтому приходится вязать в три сложения потому что мне больше нравится хлопчатобумажные игрушечки так присоединили нитку воздушная петля подъема и в этот же столбик провязываем полустолбик с накидом провязали мы с вами вяжем третий ряд далее в следующий полустолбик вяжем 2 полустолбика 1 2 следующие 2 полустолбика 1 2 следующий столбик вяжем 1 полустолбик провязали далее 2 полустолбика 1 2 сюда же следующие 2 1 2 в следующий вяжем 1 полустолбик теперь 2 полустолбика 1 2 следующие 2 1 2 далее 1 встречаемся в конце ряда вот замыкаем наш ряд вершину начального полустолбика при помощи соединительной петли следующий ряд будем вязать синей ниткой поэтому нужно отрезать так присоединяем новую ниточку воздушная петля подъема и в этот же столбик про вяжем еще полустолбик с накидом далее в следующий так мы с вами вяжем четвертый ряд следующий столбик вяжем 2 полустолбика 1 2 следующий 1 полустолбик следующий столбик вяжем 2 1 2 следующий 1 полустолбик теперь 2 полустолбика вяжем так чередуем 1 2 1 2 так вяжем по кругу ну вот и довязала до конца ряда соединила и ниточку могу отрезать четвертый ряд у нас готов вяжем пятый ряд присоединяем ниточку теперь я беру оранжевого цвета присоединили воздушная петля подъема сделали в этот же столбик вяжем полустолбик с накидом далее следующий столбик вяжем 1 полустолбик следующий 2 1 2 провязали далее 1 следующий тоже 1 полустолбик следующий столбик 2 полустолбика провязали 2 теперь по одному 1 следующий 1 теперь 2 1 и сюда же 2 1 1 1 следующий 2 1 2 второй так вяжем по кругу встречаемся в конце ряда и так соединила последний ряд ниточку могу отрезать наш кружок немножко фаудит это хорошо как раз у нас будет такая форма немножко изогнутая сейчас прячем все кончики вовнутрь немножко надо приготовить синтепончика или халафайбера вату можно использовать или обрезки не так у кого что есть для набивки сейчас мы столбиками без накида попарно соединим нашу деталь и когда останется небольшое отверстие тогда набьем вовнутрь халафайбер так давайте с вами сейчас я взяла ниточку голубого цвета таким цветом у меня будет и хвостик хвостик сейчас сразу нитки спрячем вовнутрь попарно вставляем крючок и провязываем столбики без накида что у нас получается такая косичка здесь у нас будет потом головка нашего петушка так сейчас мы попала я в петелечку на двух половинках сюда не спехом соединяем чтобы не пропускать столбики чтобы у нас было все аккуратненько такой петушок у нас получается яркий нарядный так вяжем доходим до конца и не забываем набить чтобы придать небольшой объемчик так 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы подошли к уголочку, теперь нам нужно сделать хвостик. Для этого мы набираем цепочку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в этот же столбик провязываем соединительный столбик. Вот такая петелька получилась, и таких нам нужно сделать 6, 7, сколько, чтобы хвостик был пушистенький. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда же вставляем крючок, соединяем, еще одна петелечка. Чтобы хвостик был пушистенький, сделаем таких 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте несколько штучек. Можно сделать и разные великие по длине петельки. Сейчас сделаем 9. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Петушка, а что же, перышки все разной длины, вот мы также можем такой хвостик. Давайте еще сделаем 2 петелечки такие. Вот хвостик получился такой пушистенький, я думаю, этого будет достаточно, поэтому ниточку можно отрезать. Вот такой хвостик у петушка у нас с вами получается. Сейчас распределим синтепончик. Сейчас нам нужно сделать гребешок. Вставляем крючок в петелечку, вот какого, 1, 2, 4 ряда. Гребешок будем делать красным цветом. Присоединили ниточку. И набираем цепочку из 4 воздушных петель. В эту же петельку делаем соединительный столбик. Еще цепочку. 1, 2, 3, 4. Сюда же соединяем. В эту же петелечку. Хвостик можно сразу подхватить. Так, вытягиваем ниточку. Сделали соединительный столбик. Вот такой гребешок у нас получается. Давайте теперь вот к оранжевому перейдем сюда. Сделали соединительный столбик. Еще цепочка из 4 воздушных петель. Провязали сюда же. Соединяем. Еще цепочку, чтобы гребешок тоже был погуще. Соединяем. Так у нас петушок получается. Сделали 4 петелечки. Давайте столбик соединительный немножко еще вперед продвинемся. И так же набираем цепочку из 4 петель. 1, 2, 3, 4. В этот же столбик соединительный сделали. И еще давайте одно сделаем. 3, 4 воздушные петли набрали. И сюда же соединяемся. Вот не такой гребешок у нас получился. Давайте нитку отрежем. Можно подлиннее, чтобы удобно было вставить потом выулочку. Гребешок готов. Для клюва мы возьмем ниточку желтого цвета. Присоединяем ее пониже гребешка. Присоединяем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В этот же столбик делаем столбик без накида. И давайте сделаем соединительную петлю сюда же. Все, нитку можно отрезать. Кончик оставляем подлиннее, чтобы было удобно прятать. Вот такой клювик у нас получился. Теперь нам нужно сделать бородку. Это у нас же петушок. Так, присоединяем красную ниточку снова. Пониже клювика. Так, присоединили. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Сделали накид. В этот же столбик хвостик прихватываем. Вяжем столбик с накидом не до конца. 2 петли на крючке. Сделали накид. В этот же еще один столбик с накидом не до конца. Закрыли все петли на крючке. Теперь 1, 2 столбика пропускаем. И в 3-й делаем соединительный столбик. Ниточку отрезаем. Все, бородка готова. Сейчас нитки спрячем. Уже будет совсем другой вид. Петли на крючке. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok я ниточку длиню 4 воздушные петли также провязываем 3 соединительных столбика 1 2 3 и 4 в эту же петельку откуда все выходят пальчики наши так вот что у нас получается и теперь вверх по цепочке в каждую петельку провязываем соединительный столбик последний первая лапка у нас готова делаем соединительный столбик куда мы прикрепляли ниточку следующий столбик на петушке делаем тоже соединительный столбик и вяжем вторую лапку также набираем 11 воздушных петель и делаем вторую лапку аналогично 1 провязали вторую лапку ниточку отрезаем сейчас прячем кончики ниток чтобы наш петушок оживился нам нужно сделать ему глазки я подобрала тут несколько пуговичек разных на ножках мне кажется что больше всего подходит вот эта пуговичка сейчас я ее пришьем вот вот Продолжение следует... Вот такой замечательный петушок у нас получился. По желанию можно сделать подвеску, чтобы можно было куда-то его повесить, но я не буду ее делать. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием 7 ровных петелек и до новых встреч!